Дорогие друзья, привет! Это ответ Борит Рушину. Недавно праздновал 100-летие, если я не ошибаюсь, сейчас опять что-нибудь скажу не то. Но, по-моему, я не ошибаюсь, если скажу, что Лигачев Егор Кузьмич недавно отпраздновал свое 100-летие. Он знаменит фразой «Боря, ты не прав», которая была произнесена на исходе Советского Союза по отношению к Борису Николаевичу Ельцину, и которая, впрочем, уже давно на небесах, прав он был или не прав. Так вот, Боря, ты прав и не прав одновременно. Сейчас я это объясню. И сделаю это на стороне Трушина. Бывает сторона Коваля и сторона Трушина. Сторона Коваля – это фломастер и белая доска. А сторона Трушина – это мел белый и доска, не белая. Вот, это Фистех. Так что, так сказать, вот Фистех, привет из Фистеха. Итак, двойная экспонента в шахматах есть. Сейчас я объясню, где она именно есть. Меня, как бы, довольно сильно удивляет, если я ошибаюсь, вот, собственно, в математике. Там, за остальным я не очень слежу, у меня полно ошибок. Такого порядка, типа, назвал, там, год рождения ученого не там, он жил, где он на самом деле жил. Это постоянно бывает, я с удовольствием исправляюсь потом. Но математику я знаю неплохо. И, в общем, ошибиться в двойной или одинарной экспоненте я, конечно, не могу. Ну, или это уж когда совсем маразм будет. Вот, так что вот это, хейтеры, вы даже не надейтесь на это. Это как бы… Вот, значит, итак, где двойная экспонента? Вот сейчас я объясню. А потом я объясню, почему те, кто говорили, что к шахматам она отношения не имеет, возможно, тоже правы, но уже по нематематическим причинам. Итак, где в шахматах двойная экспонента? Ответ. Двойная экспонента – это рост количества всех планов действий, планов на игру. То есть, например, если вы садитесь играть с кем-то в шахматы, сели, вот тут вот, значит, фигуры и тут фигуры, и вдруг вам звонит и говорят, там, быстро, срочно тебя зовет, там, президент или кто-то еще. Вот, срочно, бегом. А мне сыграть же надо. Оставляй инструкцию, как играть, сейчас будет здесь сидеть робот, он за тебя сыграет. Инструкцию, да? Вот это как инструкцию? Ну как, полное описание, как он будет во всех позициях действовать, да? Ну это такая огромная книга, да, на каждой странице этой книги какая-то шахматная позиция. И вот этих страниц книги как раз число Шеннона, да? То есть множество всех шахматных позиций. Но на каждой такой странице ты должен оставить ему указание, что делать. Например, в данной позиции лошадью ходи, лошадью, да? А в другой пешкой на один шаг вперед, вот этой конкретной пешкой, на Е. Ну и т.д. и т.п. да? Вот, то есть в этой книге, в этой инструкции на каждой из 10 в степени 120 страниц написано некоторое действие. И вот этих книг, то есть всех стратегий игры в шахматы, действительно двойная экспонента. А именно, конечно, типовое количество ходов, ну там 20, например, в степени, вот это жуткое число. Но это, грубо говоря, всех стратегий. То есть если вы хотите выбрать, да, самую лучшую стратегию, то ваш выбор – это выбор одной из стратегий из множества с таким количеством элементов. И здесь никакой ошибки, конечно, быть не может. Это стандартная теория игр. Теория игр хорошо знают, что в динамической игре, особенно если это игра такая четко структурированная, там повторяющаяся, например, игра, одно и то же взаимодействие, раз за разом повторяется, после того, как оно один раз разыграно, оно снова, я сейчас, ну, простейшую, да, повторяющуюся игру рисую, то, ну, там это непреложная истина, везде это как бы написано, да, что количество позиций растет по экспоненте, а количество стратегий растет по двойной экспоненте. Другое дело, что шахматы – это игра с совершенной информацией, и не надо как бы смешанных стратегий использовать, если у вас абсолютный ум. В этом плане – да, все, кто мне сказал, что компьютер посчитает шахматы, когда сумеет перебрать вот это количество вариантов, это правда. И здесь прав Боря, и мой сын прав, и Саня Филатов прав, что идеальному компьютеру не нужно перебирать все книги, а достаточно на каждой странице написать, кто выиграл. И делать это придется с конца, ну, с конца, либо ничья, ну, там, выиграл тот, этот, или ничья. Делать это придется с последних позиций, в которых уже стоит мат, да, в некотором количестве позиций на шахматной доске стоит мат. Значит, в этих позициях, соответственно, кому поставлен мат, тот проиграл. Потом на предыдущих мы смотрим, да, если из предыдущей ветки ведут только в те позиции, где уже стоит мат, то мы смотрим, тот, кто ходит, может перевести ситуацию, где он поставит мат. Ну, если, значит, он может, значит, он выиграл в этой ситуации. Если он не может, да, перевести, если он… Да, еще конечные ситуации бывают, где ничья, естественно, где зафиксировано то, что там два короля бегают по полю голые, да. Вот. Ну и дальше по обычным правилам алгоритма Цермела, о которых я многократно на лекциях рассказывал, что последние позиции вы оцениваете. Если у вас из вашей позиции есть ход, вы делаете ход, и вы можете сделать ход в выигрышную, то в этой позиции написано, что вы выиграли, и записывается, как именно вам надо пойти. Если ни один ход не ведет в выигрышную, то вы смотрите, ведет ли что-то в ничейную, записываете, если так, то ничейную, а если ни в ту, ни в другую не ведет, любой ход ведет к проигрышной, то, значит, эта позиция для вас проигрышная. Ну и так вот с конца спокойно можно все решить, если компьютер будет уметь производить высотой кооперации. И это да! Но, внимание, ребят, до сих пор, как бы, таких компьютеров нет. Вы мне возразите, опять же, что и в реальной игре двойной экспоненты не надо. И в реальной игре двойной экспоненты не надо, потому что вы просто должны, ну, как бы, вот насколько вы можете просчитать вперед, в каждой из позиций, которых экспоненты обычные, вы должны просто решить, какой из ходов будет правильным для вас, и вот эту информацию и держать в голове. Да, пожалуй, да. Пожалуй, это верно. Да, здесь действительно можно сказать, что для реальной шахматной игры вам двойные экспоненты не нужны. Если не происходит рандомизации, вот когда происходит рандомизация, когда вы играете с противником очень-очень долго с одним и тем же, и уже друг к другу привыкаете, и помните, какие действия, с какой вероятностью он совершает в тех или иных позициях, уже возникает необходимость выбирать, вот, например, вот две позиции сравниваете, здесь два хода, здесь три, и вы уже при рандомизации вы перечисляете все возможные пары отсюда и отсюда, и их уже шесть, а не пять, не два плюс три. И уже возникает, как бы, при поиске равновесия Нэша, уже непосредственный перебор, конечно, всех вот этих вот 20 степеней, 10 степеней 120, этого неимоверного числа вариантов, но гораздо меньше, потому что это же до какого-то хода только делается, еще как-то дальше надо оценивать позиции. В общем, что происходит в реальной игре шахматной, я судить не берусь, уж, конечно, никто не перебирает двойную экспоненту, но, что несомненно, резюмирую, что ошибки никакой не было, оговорки тоже, множество планов игры в шахматы, это двойная экспонента. Отлично. Так, с этим проехали, а вот теперь я, на самом деле, кучу мест налажал вот по фактической стороне дела, и тут я охотно признаю это, как обычно и делаю. Сергей Полосков. В шахматном ролике вы сказали, что КМС выигрывает у первозрядника почти всегда, в 90-95% случаев. Это не так. Разумеется, я не претендую, что я здесь сказал правду, поэтому зачитываю, что сказал Сергей, он просил опровержения, и я его здесь делаю. Я просто зачитываю его текст. Разница между разрядами, в частности, первым и КМС, составляет в среднем 200 пунктов рейтинга ИЛО. Первый разряд 1800-2000, КМС 22200. И дальше в Википедии там рейтинг ИЛО написано, что при разнице 200 сильнейший набирает, ну там 0,76. Короче, там 3 четверти, да, очка. Ну, то есть, да, он, по сути, выиграет там 3 из 4. Вот, если не будет ничьих. Ну, соответственно, там, соответствующий пересчет для ничьей. Так, дальше. Я говорил, что компьютеры играют лучше нас за счет того, что в них встроены нейронки. Неверно, говорит Сергей. Еще до появления сильных шахматных нейронок, обычные движки, где рассматривается дерево ходов, значительно превзошли человека. Даже сейчас нейронка Ли Лачес Зеро играет на новом уровне с новейшей версией движка Стокфиш. Вот, движки строят дерево ходов с альфа-бета отсечением и еще используют всякие улучшения. Короче, это я все не понимаю и не знаю совершенно, поэтому охотно признаю, что здесь я сказанул лишнего, как говорится. Вот. Ну и, так сказать, да, компьютер играет лучше нас, так как он быстро просчитывает дерево ходов и никогда не изевает тактику. Так, ну да, дальше он как раз тоже рассуждает про эти двойные экспоненты, но это я уже объяснил. Дальше внизу к этому ролику будут ссылки. Собственно, они уже есть в данный момент, когда вы смотрите его. И на этих ссылках вот то, что Сергей Полосков поприсылал, дальнейшая интересная информация о шахматах. Ну а меня просто интересовало, ну как бы, меня интересовало что? Рассказать то, что я знаю про шахматы, и все, мне больше, собственно, я ни на что больше не претендовал в том ролике. И очень хорошо, что его так много народу посмотрело и заинтересовалось шахматами. Отлично, что Боря вызвал дискуссию. Мне вообще очень нравится эта рубрика. В интернете кто-то неправ, потому что, когда я оказываюсь неправ, тут же ко мне набегает куча новых подписчиков, за что я дорогому Боре передаю большое спасибо. Вот так. Всем маткульт привет. До встречи новых на канале.